Присела поближе тут, чтобы... Но всё равно против солнца, оказывается, ничего не видно. Надо было туда сесть, да? Как жаль. Вот здесь вот только видно. Ой, это называется улица Дель Санта. Улица Святого. Граци. Ну что ж, добрый день, девчонки. И вот присела я напротив памятника Агата Мелату. Выпью свой кофе, как всегда, дневной. Я пью только один раз кофе в день. Прошла уже почти неделя. Понаблюдав и прочитав все комментарии всех моих подписчиков и зрителей с обеих сторон, и российских, и украинских, и тех, которые живут в Европе и в Америке, я пришла к выводу. Я, наверное, всё-таки осталась своей душой и своим сердцем в 80-х годах. У меня, наверное, осталась только иллюзия дружбы между народами бывшего СНГ и бывшего СССР. Я, наверное, имею только ностальгию по тем годам, когда люди не делились по национальностям, по национальной принадлежности, и все были просто советские. Прошло, видимо, 25... Ой, да, даже 34 года, раз моему сыну 34 года уж. 35 будет 20 марта моему сыну. 35 лет прошло, и получается, что за 35 лет люди поменялись абсолютно и морально, и духовно, и всё остальное, видимо, поменялось. А я не знала, так как я жила в Италии, я не знала, что люди поменялись абсолютно. Но всё равно, вот я думаю, что мои подписчики-зрители, это всё-таки более-менее моих годов, мои ровесники-женщины. В основном 99% женщины. Я надеялась, что моё поколение во всяком случае поймёт мои чувства. Мой гуманизм, мой интернационализм, мою человечность. Но оказалось, что сердца и души людей и мозги людей забиты ненавистью друг к другу. Я опоздала со своим миролюбием. Не то что опоздала, я отстала от жизни, видимо, современной. Сейчас хочу рассказать, почему я всегда относилась нейтрально к обеим народностям, и к русским, и украинкам. Ещё раз повторю, у меня есть подруги, у меня есть подписчики и украинки, и русские, которых я люблю, уважаю, и переписывалась, и переписываюсь до сих пор. Сегодня утром переписалась с моей подругой украинкой из Киева, которая сейчас смогла уехать в соседнюю Польшу, и еле смогла вытащить свою маленькую дочку, не буду говорить имена. Вчера показывали по телевизору итальянскому мальчика-итальянца, где-то ему, наверное, 19 лет, где-то вот, ну, 19-18 лет, не больше. Он так плакал по скайпу, родители, журналисты там были, мама, папа, журналистка. И мама начала взывать, вот это была программа, прямая, прямая трансляция, говорит, вы помогайте украинцам, беженцам, помогите моему сыну выехать из Италии, ой, из Киева. Потому что, оказывается, её сын, журналист спрашивает, который ведущий спрашивает, а почему, все же знали, что надо уезжать из Киева. Уже 15-20 дней назад предупредили, что начнётся война, что все уезжали из Украины, что все посольства, все туристы, все, как его называется, бизнесмены уезжали. Почему ваш сын не уехал? Она, говорит, мой сын до последнего момента не верил, он даже, говорит, смеялся, что не будет этой войны, что всё хорошо в Киеве, что не нападут, ничего не будет. И у него какое-то было 6 марта событие, которого он ждал, этот итальянец, он балерин, как называется, балерин или балерон, ну, в общем, балете работает. И это было странно, конечно, потому что мама начала плакать, говорит, помогите ему, он же итальянец, вы всему миру помогаете, всем беженцам помогаете, помогите вашему гражданину итальянцу. Ладно, теперь об Италии покончили. Расскажу, почему я на всю жизнь осталась интернационалисткой. Во-первых, нам с детства воспитывали, нас с детства воспитывали этой моралью, этой идеологией, с детского сада, что все люди равны. Дружба между народами. Вот честное слово, я росла в Казахстане, у нас в Казахстане где-то 320 тысяч, ой, 320 национальностей минимум живут разных. Я лично, я никогда не знала разницу между национальностями, я дружила со всеми в классе, у нас были и русские, и дети староверов русских, и чеченцы, и украинцы, и татары, и казахи, и корейцы. В институте училось то же самое, и уйгуры, и узбеки. В Казахстане живут очень много национальностей, поэтому мы выросли в мире дружбе и согласии, никогда не делили друг друга на национальности. Ой, здесь так все время шумят эти, хотела просто показывать еще и прохожих. В общем, когда мне было 19 лет, я училась в Свердловске медучилище, рассказывала, да, потом, когда началась практика, я поняла, что это не мое, потому что вот вид крови, все вот это вот, практика мне показала, что я не смогу. Я бросила это медучилище, но потом я как бы приехала вот в Казахстан обратно, я была влюблена в брата моей подруги-одноклассницы, с которой я дружила с детского сада, с Улей, да, и ее брат был на 5 лет старше нас. Я так в него была влюблена, что я вот, ну, получилось так, что у нас любовь-морковь, и на следующие дни я улетала обратно в Свердловск, это Урал, сейчас Екатеринбург, и через месяц я поняла, что я беременна. Но это случилось за одну ночь, и когда я ему сообщила, что я беременна, он не поверил, он сказал, как так может быть, за одну ночь ты залетела, то да сё, вы понимаете, да, как всегда мужчины начинают всю эту свою волынку тянуть, когда ты внезапно забеременела. И так получилось, что мои родственники тоже в те годы, в 80-е, да, в Казахстане было как бы позорно иметь ребенка без отца, не женившись, не выйдя замуж, то есть, ты должна была быть обязательно в браке, чтобы родить ребенка. И даже многие мужчины и казахи, 99% внутри были уверены, что они женятся только на девственницах, какой там ещё беременна и забеременела, залетела, да, называется по-русски. Так вот, и мои родственники начали меня указывать, чтобы я сделала аборт, потому что это позор будет нашей семье, нашей фамилии. Всё такое, как мы будем смотреть родственникам в глаза, в общем, начали требовать, чтобы я сделала аборт. А я очень люблю детей, я вообще так люблю детей, я всегда любила детей, тем более я всегда была человек читающей, начитанной. Я знала, если ты сделаешь аборт, очень даже может случиться, из пяти девушек один процент, ой, то есть, из пяти женщин одна женщина потом после первого аборта может не иметь следующей беременности. Как бы это статистика. Так вот, я отказалась, я улетела обратно, тогда уезжали на поездах, много дней, конечно, но уезжали. Я уехала в Свердловск обратно, устроилась там на работу. И когда я проходила медицинский осмотр, чтобы устроиться на работу, даже медик не понял, я промолчала, что я в положении, медик не понял. Тогда, по-моему, наверное, ещё и не было УЗИ. Я не знаю, почему медик-гинеколог не понял, что я беременная. Я устроилась на Верхесецкий завод. Верхесецкий завод, который огромный по территории, по территории до такой степени огромный, как, наверное, весь Абонатерми и Монте-Гротто. Очень большой Верхесецкий стальной завод, выпускают сталь. Я устроилась туда, в отдел водоснабжения. Это надо было, вот у меня был мастер, какой-то техник, инженер, не знаю, как их зовут, сейчас уже не помню. И мы вдвоём должны были следить за вот этими вот всякими термометрами, стрелками, часами. Я терминов не знаю, терминологию этих заводских машин, техники. И мы должны были записывать, следить за каждый час. Вот это были вот дежурства сутками. Работали там по 7-8 часов и сутками это как бы продолжалось. Фабрика, завод никогда не останавливался. Ну, естественно, у меня был очень сильный токсикоз. Меня тошнило, меня вырывало. Мне было всего 19 лет, выглядела я на 15 лет. И мастер мне говорит, он славянин, ну, уралец. Он мне говорит, Жасмин, что с тобой, почему тебя всё время тошнит, почему тебя всё время рвёт, ты что в положении? Я расплакалась, я говорю, да, я в положении. Ой, до сих пор прямо у меня, как начну вспоминать, у меня прямо слёзы. И, в общем, он говорит, что ты, деточка, тебе нельзя работать в ночную смену. Идём, поговорим в администрации завода, ты должна перейти на дневную работу. У нас в России женщины в положении не должны работать в ночную смену. Видите, какие были правила. Я была уже где-то 3 месяца, наверное, беременная. В общем, перевели меня в отдел кадров технических, инженерно-технических работников. У меня начальница была женщина, начальница отдела кадров. Вот, девчонки, плачу. Прямо, когда вспоминают добро этих славян. Я думаю, что это были русские, а может, были и украинцы. Тогда же в Советском Союзе все были. Для нас, вот, для казахов, русские украинцы, это как одна национальность была. Я не умею даже различать вас. Вы мне, от того, что все там разговаривали на русском, мне все казались одной национальности. Ой, плачу. Каждый раз, когда вспоминаю эту историю, я плачу. Я сама в какой-то степени была беженка, потому что мои родственники казахи не захотели, чтобы я родила этого ребенка. Я одна родила в Свердловске этого ребенка. То есть парень, брат моей подруги, он не захотел там брать ответственность. Он испугался, что это не его ребенок. Ты там была уже месяц в Свердловске, может, ты там от кого-то забеременела. И теперь на меня вот вешаешь эту беременность и все такое. Ладно, про него не будем вспоминать. И, короче, эта начальница, у меня был очень красивый почерк. Я все вот эти вот, всякие вот эти дела, как называется, папки заполняла на каждого сотрудника. От того, что это был очень большой завод, там очень много было инженерно-технических работников, которые все закончили вузы и все такое. Ой, извините, слезы и сопли, короче. И я вот заполняла все эти. И она тоже когда, ну, она уже знала, что я беременна, все такое. Ну, что я была, обычная девочка, денег особо нету, жила на зарплату. Я помню вот эти столовые наши советские, там кушали одни вот эти инженерно-технические работники. Там управление было, вот целый такой дом огромный. Столько народу работали. Я даже помню, когда вот, как шведский стол, да, сейчас, как буфет, вот с этими подносами нашими проходили. Помните, были такие салаты из свеклы и чеснока, из моркови и яблока, из моркови там, и капусты. Вот все вот это вот, борщи, котлеты, супы. Все было так вкусно, и какие-то копейки стали. Я даже помню, она мне как-то сделала, чтобы у меня были бесплатные обеды. Плюс все вот эти вот, которые сотрудники, когда они видели, что я животиком, они все время меня пропускали, давали стол мне сразу, чтобы я, наверное, была единственная беременная во всем этом управлении, в этой столовой. Я это все прекрасно помню, поэтому я, у меня слезы наворачиваются от доброты людей, абсолютно чужих. А потом она мне подарила свое серое платье, которое она носила в свою беременность. Говорит, возьми вот, у меня даже не было денег, чтобы платье тогда покупать. Жила я в общежитии от завода, с какими-то другими девушками в комнате, которые тоже на этот завод работали. От этого завода были детские сады, поликлиники, больницы. И вот все эти девушки работали вот в этих учреждениях. В общем, я даже помню, как я не могла дождаться, когда закончится эта беременность, чтобы больше не надевать одно и то же платье, столько месяцев носила. Какая-то, по-моему, даже зарплата была маленькая, раз я даже не могла. Или просто, может, я тогда не была тряпочница, не была шопингоманка. А когда рожала, это вообще, это другая история. Там был гинеколог, акушер, мужчина, доктор. И он такое участие принял во мне, потому что у меня ребенок выходил попочкой. И его голова, он долго не выходил, не рожался, и его голова задохнулась. Как бы они это заранее узнали, а моя гинеколога это не узнала. Наверное, тогда УЗИ не было, не помню, короче. И меня так тошнило, меня так кружило. Я не ела это таблетки, железо. Хотя гинеколог меня просил, она сама была беременна. Я говорю, ты должна выпивать это железо, потому что когда родишь, у тебя будет голова кружиться. А я не верила, я говорю, как так можно, моя мама родила 10 детей без всяких гинекологов, без всяких лекарств. Казахи рожали, не ходили вообще к гинекологам. И ничего с ними не случилось. И вот все потом оказалось, правда, у меня так кружилась голова, я даже ребенка не могла держать. И все такое от анемии. И этот доктор русский, может он украинец, я не знаю, славянин, он поставил мою кушетку, каталку рядом с этим, акушерской комнатой, с этой. И после каждой роженицы выходил, проверял меня. Он меня зашивал еще целый час. У меня я была узкая, худенькая бедрами. У меня все разорвалось, все такое, потому что ребенок был очень большой, крепкий размер такой, килограммы большие, около 4 килограммов. А я весила, по-моему, 45 килограммов, наверное. Или 43, не помню, 44. В общем, все вот это, знаете, я была одна, никто ко мне не приходил, у меня родственников не было. Тогда, помните, в Советском Союзе роженицы по 5, по 6 человек были в палатках. Они меня все угощали этими орехами грецкими. Грецкие орехи, которые поднимают гемоглобин и все такое. Все мне помогали, все вот приняли участие. Потом расскажу, что было дальше, что я пережила дальше. Это еще больше. Вот поэтому, девчонки, как я могу быть против народа, который мне так помогал в трудные минуты. Когда мне было всего 19 лет, когда я родила, вот 20 марта, мне только исполнилось 20 лет 12 февраля. Месяц всего было 20 лет. Я один раз, когда летела обратно на самолете в Казахстан, ребенку было всего месяц. Он был очень, он все время плакал, плакал, плакал. Я вообще первые месяцы вообще не спала, каждые полчаса просыпалась. И в самолете 4 часа, по-моему, летели, не помню сколько часов. Он все время ревел, плакал. Никто там не сердился. Что у тебя ребенок плачет? Все были русскоязычные. Я была единственная азиатка в самолете. Я выглядела как 15-летняя девочка. Все такое участие принимали, помогали. Мне качали ребенка на руках, убаюкивали, давали советы. И все такое. В общем, вот теперь мне скажите, вот как мне быть против славян? Вот как? После всего-то... Потом-то я еще жила в России. Я же прекрасно знаю, какие это хорошие люди. Или мне только встречались хорошие люди, потому что, может быть, я сама добрый человек. И я вот сейчас вот читаю эти комментарии, я понимаю, что война, я понимаю, что каждая будет патриотом своей страны. А я, видимо, осталась патриотом бывшей моей страны, бывшей моей родиной Советского Союза, бывших людей советских патриотом осталось. И у меня нету никакой ненависти, неприязни ни к русским, ни к украинцам. Я дружу со всеми ими, лишь бы для меня хорошие люди были. И здесь абсолютно ни при чем какой-то, который нейтралитет, в смысле нейтралитет, как Швейцария из-за выгоды, из-за банков. Или это нейтралитет, как вот одна написала, что в ад пойдут. Нет, это просто интернационализм с моей стороны. Я никогда, никогда не забуду добро всех русскоязычных людей, которые были вокруг меня в Свердловске и помогали мне. Это вот, это было самые вот эти вот воспоминания добрые. Потом я в Москве жила, и там тоже вот. Я не знаю, вот, я никогда не чувствовала вот эти вот, вот этой ненависти националистов каких-то. Может, тогда не было никаких националистов, я не знаю. Поэтому не осуждайте. Не надо навешивать на меня ваши ярлыки, что я должна выйти, указывать мне, что я должна какую-то гражданскую позицию принять, выйти налево или направо, или к русским, или к украинцам. Вот это и есть моя гражданская позиция – гуманизм, интернационализм и любовь к ближнему. Вы понимаете или нет? Не я развязала войну. Я отношусь хорошо к обеим национальностям, поэтому прекратите мне писать вот эти вот ваши комментарии. Такие комментарии идите, вот, политические каналы. Есть, наверное, у Синицы такие комментарии пишут, потому что она националистка. А на моём канале не стоит всё это. Несудимый, не судите, несудимый будете. Я всё равно буду. Я никогда не возьму, какая бы война ни случилась, даже здесь, если в Италии это произойдёт, я никогда не возьму в руки огнестрельное оружие, никогда не подниму ружьё или пистолет против другого человека. Какой бы национальности ни было, какой бы страны ни было, я не смогу это сделать. Я, скорее всего, пойду, запишусь в Красный Крест, запишусь в медики без границ, какие-то гуманитарные помощи и буду помогать всем страждущим от войны. У меня такая гражданская позиция, поэтому не указывайте мне, с кем мне быть и за кого мне, как называется, переживать. Я переживаю за оба народа, за оба, и за итальянцев тоже переживаю, и за этого мальчика, который плакал прямо. Парень, балерин, физический такой, крепкий, как он плакал по скайпу. Мама, заберите, помогите мне, итальянец из Киева. Поэтому я желаю всем здоровья и добра, будьте добрее друг другу, помогайте, будьте добрее, не забывайте о человечности, о гуманизме.